Всем привет, ребята, с вами Чент, и вы смотрите свое любимое шоу Половинки. Если вам нравятся эти выпуски, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, потому что мы, ребята, начинаем. Поехали! Ребята, подписывайтесь на мой лайв-канал. Стараюсь снимать для вас очень интересный и качественный контент. Юмор, путешествия, интересные встречи. Хотя, чего я вам рассказываю? Заходите и подписывайтесь, и сами посмотрите. Ссылка в описании. А мы продолжаем. Девчина-лебедь. Так сама себя называет ось ця симпатична панянка, после того, как здействовалася мрия всего ее жизни. Что же привело ее до Натали и Бориса? Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Что-то у нее с лицом. Расскажите, что вас к нам привело? Мне 26 лет уже, и хотелось бы найти свою вторую половинку. Дело в том, что я родилась с нестандартной внешностью. Извините, что значит нестандартная внешность? Ну, привлекательно. Выглядит в плево и привлекательно. У меня была небольшая стадия зайчьей губы, был нос сильно искривлен, типа как птичий клювик, торчала кость. Я в крохотном-крохотном деревушке живу, и когда я родилась, и зашла одна женщина, когда меня увидела, она говорит, таких детей усыплять просто нужно. Уже какие жестокие люди все-таки. У меня не было половины зубов, врожденные дефекты. Я еще родилась с нестандартной... Ну, согласитесь, если вспомнить про ту девушу, которая была вот тоже, помните, зайчий губок, которая была вообще злая на весь мир. Здесь, наверное, либо были хорошие операции, потому что я этого особо не вижу. Да, видно, что какое-то там с лицом что-то где-то не так, ну не прямо. Не зрячий. И сейчас у меня 1% зрения. Люди с детства говорили, что... Она плохо видит. Вот, я не такая. Чупакабра чудовище. Кривоносая, уродина, обезьяна, ведьма. Я плакала каждый день. Юлечка, а как вы с этим справлялись? Как вы выжили вообще? Я не знаю. Были ли у вас попытки построить отношения? Да. Я влюбилась в человека, который был старше меня на 9 лет. Мною попользовались, и за все 4 года у нас не было ни одного нормального свидания. Не было никаких вот там выходов на публику. Я-то понимала, как я выгляжу. То есть чисто для интима, наверное, я думаю. Я очень-очень любила сказку «Гадкий утенок». Я читала ее, наверное, миллионы раз. Ждала, когда лебедем станет, да? Хочу быть лебедем. Хочу. Мечта самая-самая заветная. Она сбылась. Я лебедь. Я попала на один телепроект, и мне сделали пластическую операцию. То есть вам внешность фактически сделали? Да, лицо мне сделали. Ну, а я же говорю, что трындец, как оно сделано. Потому что то, что было, и то, что я сейчас вижу, вообще две разницы. Широгие стоматологи, опять же. Вам нравится сейчас это лицо? Ну, но лучше. Какого лучше будет рядом с собой? Я очень эмоциональная личность. И очень бы хотелось человека, который был бы гораздо спокойнее меня, чтобы он мог вот это все уравновесить. Внешность для меня абсолютно... Мне кажется, она была на проекте «Я стесняюсь своего тела». Медицинского этого дела. Юлечка, что вы готовы дать мужчине, который проявит к вам интерес? Я добрая. Так. Я верная. Я буду с ним футбол даже смотреть. Мы поможем вам и попробуем подобрать мужчину, с которым... Какие проценты зрения? Пойдемте на первое свидание, но там уже от вас многое зависит. Ну ладно. Я очень-очень на вас надеюсь. До новых встреч. Всего доброго. Ну, мне кажется, там не один процент, конечно, но... Если она влюбится или кто-то влюбится в нее, вот тогда лебедь действительно расцветет изнутри. Я даже знаю, кто бы это мог быть. Скорее всего, ты говоришь про Сережу, да? Меня зовут Сергей. Мне 24 года. Моя самая большая мечта – это взаимная любовь. Но, к сожалению, у меня ДЦП, и этой мечте не суждено было зубыться. Это координация движений, и это речь. Моя диагноз – это трудность на моих умственных способностях. У меня есть свое маленькое дело. Я занимаюсь торговлей на море. Горячая, сахарная, вкусная, кукурузка. У него сейчас, скажу так, ну не то, что ему повезло, у него еще ДЦП такое, знаете, терпимое. Я просто знаю ДЦПшников, то там вообще все плохо бывает, даже ходить не могут. Да, тут как бы гордиться нечему и хвастаться, но слава богу, что он, в общем-то, умственно, нормально. И окей, ребят, все, молчу, то, наверное, я сейчас лишнее что-то наговорю. Ну, то есть он, как обычный человек, согласитесь, еще с этим подкачанным, то есть… То есть вроде бы в нем есть какая-то проблема, но он, наверное, с собой работал. Ну, вроде бы хороший парень. Считаю, что я заслуживаю на это, так же, как и любой человек в этом мире. Не, ну выпуск очень интересно, чувствую, будет. Литник ию, пустый стадион. Такое прямо аж мне интересно, что будет далее. Я решила пригласить парня на стадион, потому что я очень-очень люблю футбол. Было очень интересно. А, она реально футбол любит? Какой? Я переживала, что вдруг я ему не понравлюсь. Не видно, что они что-то со зрением. На свою половинку. Нарешті на горизонті з'является Сергей. Что-то он нормально ходит, терпимо. По поводу своей координации движений я переживал, как девушка воспринимает это. Да, ну нормально не идет. Но она еще плохо видит, ну да, может быть. Привет. Здравствуй. Меня зовут Юля. А у меня Сергей. Очень приятно. А ты тебе? Это достаточно эффектная, красивая девушка с красивой фигурой. Я с детства футбол обожаю. У меня такая мечта была – сходить на стадион. Вот, я тебя приглашаю в свою мечту. Очень приятно поучаствовать. Человек позитивный – это видно сразу. Такой лучик-лучик, прям мальчик хороший. Я тоже увлекался футболом с детства. Ну, как играл по дворі у нас. Так все совпалут. Все хорошо. Расскажи немножко о себе. Чем увлекаюсь? Я живу в селе Шабу, Одесской области. Это возле моря, да? Это возле моря. Летом я часто бываю там. Купаюсь, отдыхаю, оздоравливаюсь. Раздражают люди на море, которые ходят и постоянно… Вареная кукуруза. Да, это я, это я. Кукуруза, пирожки. Это работает, да. Прости, друг. Такой себе был комплимент. Я согласен, такая раздражать эти люди. Он такой… Ладно. Ну, так стыдно стало. Я тебя понимаю. Зря ляпнуло. Как так-то? Ну, работа, но приходится. Ты говорил, что оздоравливаешься в связи с чем? Ага. Это проблема? Не, у меня проблем нет. Все решим. Разднем будет. Я у них есть. Я у проблем. Ну, так просто сложились обстоятельства, что у меня родовая драма ДСП, то есть это ошибка врачей. Из-за одного неверного движения просто получается сконечная судьба. У меня была очень сложная генетическая наследственность, у меня были дефекты на лице. Сейчас это все исправили. Сейчас я вижу абсолютно красивую, улыбающуюся девушку. Результат, как говорится, на лицо. Даже имея неидеальное зрение, я заметила, что у него очень-очень красивая улыбка. Да, это правда. Вот, он такой прям светится аж. Это правда. Один процент зрения. Мне это жить не мешает. Единственное, да, мне там нужна помощь. Теперь можешь, не переживая смело, держать мою крепкую, но не очень толстую руку. Ну чувство юмора у пацана тоже есть. Это круто. Да. Ци двоя явно захоплюются одними. Ну, мне кажется, они тоже по другому игру. И на стихи, что зважуются на неймоверное. Юля с одним відсотком зору и Сергей с поганою координацією гратимуть у... Поскольку ты увлекался футболом, мы с тобой поиграем в футбол. Хорошо. Кто выиграет, тот решает, куда пойдем дальше. Ну, поскольку я девочка, я же ближе могу подойти. Конечно, я не кусаюсь. Давай. 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 Я не сделала, я забила гол, это моя первая в жизни гол, ааа. Я, я гол отбила, я отбила гол. Аааа. Ааа. Ааа. Короче, я чувствую, что выиграет парень. А че, я не счастлива. Несмотря на то, что у него там немножко проблемы с координацией, я, ну, вообще, ну, практически не вижу. Я согласен, он очень большой молодец. Наверное, он очень над собой даже работал. Немного есть, но... Гру закинчено. Кто ж перемех? Я все-таки девочка. Парень победила. То, ты, наверное, да, выступишь на место, я выберу. Я уже придумала, куда мы пойдем, но пока для тебя это будет сюрприз. Хорошо. Сюрпризи, как видимо, бывают разными. Який очікує на Сергея? У меня была мечта фотосессия в стиле Адама і Йевы. Інтрижуєшся. Ну, поскольку раньше я не могла себе этого позволить, у меня не было внешности красивой, да, и не было партнера. Теперь у меня для этого есть все. Я надеюсь, ты согласен. Да. Прекрасная, внешность, чудесный партнер. Согласен честный. Юля Бобразиева, вы прекрасны. Вы серьезно разделись? Замечательное платье. А, в таком виде, ладно. Платье, 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 все ее прелести. Когда я увидела Сережу, да, с голым борцом, я был такой, вау, там есть прелест, там есть кубики. Сзади ее левой ручкой. Попробуй обнять. А вот теперь то же самое, только роднее. Вот так, хипа. И вторую руку, да, вот где-то чуть-чуть повыше ее татуировки. Повыше татуировки. Вот. Сергей досить органічный в образе Адама. Но обеими перед фотообъективом, очевидно, не так захопливают парня, как его половинку. От хвилювания у него руки тримтят, и девчина все помечает. Хотелось, чтобы Сережа ввел себя немножко увереннее. Мне в мужчинах неуверенность не нравится. Да не дергайся, ты, я же не кусаюсь. Посмотри, какие у нее волосы, какая у нее шея. Попробуй ее тут потрогать, там потрогать. Да-да-да-да, оживай, оживай, оживай. Очень хорошо, Юля, молодец. Молодцы. А фотограф какой офигенский. Да, мне нравится такой типаж мужчин старше меня, да, у них больше опыта, больше какой-то мудрости. Мне кажется, это его за дело, да? Да, замечательно. Замечательно. Обалденный фотограф на самом деле. А Юля так и горячая штучка. Флит с фотографом не залишается непомеченным. Мне это было где-то неприятно, поскольку, несмотря на то, что я был там главным персонажем, я все равно продолжаю себя ощущать где-то на обочине. Я считаю, вы отработали эту тему. Давайте сменим локацию. За планом Юли, до процесса съемки мает улучшиться еще один мужчина. Как на него відреагует ображенный Сергей? Сейчас мы третьего персонажа в нашей истории. Искусителя вам сюда вонзим в кадр. Змею. Я очень люблю змей. Для меня это самое прекрасное создание. Думаю, искуситель, но в Адаме Еве была змея. А кто, кстати, осмелится взять его? Питоны. Питоны. Охо, смея. Чего моя куколка? Смелая женщина. Куколка. Я не знаю, что это питоны, я боюсь рашу. Эта куколка может перенимничать и задушить без проблем. Да-да-да-да-да. Сереженька, не бойся. Питон не кусает, питон просто душит. Молодец. Сережа, он друг. Не бойся. Как-то было не особо приятно, что я такая маленькая, хрупкая, да? У меня огромный змей вот на шее. Сереженька, не бойся. А рядом стоит парень и боится эту змею. Я думала... Ну не привык он, господи, ну... Сейчас Юля его подержала, а теперь мы перемещем на тебя. Он меня не хочет отпускать. Я хотел, чтобы это все быстро и закончилось, чтобы меня забрали этого хладнокровного. Юль, в районе талии Сережу обнимись сейчас. Да, красавец мужчина. Не бойся, не бойся. Пускай трогает, пускай. Он весь трясся, у него все прям дрожало, он такой перепуганный весь. Ну боится он змею. Не питается, не переживай. Серега, у тебя классная улыбка, пользуйся ею. Юля, чуть роднее с ними. Вот это оно. Театрииция породнилась настолько, что змеи позволяет себе непристойность. Когда змея начала лезть хвостом своим между ног. Всех обоял, видишь, как они тебя любят? Неприятно. Я, конечно, не из грабкого десятка. Поджало, да? Это было экстремагантно. Ну что, ребята, не станут у нас? Да, да. На 200%. Несмотря на то, что мой дам слишком сильно переживал, я запомню этот день на всю жизнь. Очень благодарна тебе за эту фотосессию, но вижу, что она тебя немножко напугала. Поэтому, чтобы загладить свою вину, мы пойдем в более расслабляющие места. Наконец-то мы можем поговорить более спокойно. Ты знаешь, я сегодня вот за тобой понаблюдала. И что? Очень интересно. И мне так кажется, что такой мальчик спокойный, спокойный такой, да? Ну, это же тихо, мамы тебе. На самом деле, вот такой типаж мне очень импонирует. Потому что я очень творческий человек. В голове у меня там куча-куча разных тараканов. И поэтому мне бы очень хотелось найти свою половинку, чтобы эта половинка могла угомонить моих тараканов. В какой-то момент сказать, стоп, Юлька, стоп. Потому что иногда вот этого стопа не хватает. Ну, я не могу сказать, что я спокойный человек. То есть, я могу быть очень и очень разным. Все зависит от обстановки и от многих факторов. Ну, ты знаешь, по поводу в тихом умоте. У нас сейчас, на самом деле, есть возможность это проверить. Споем в караоке. Ты знаешь, для меня это стены личные. Так что я предоставляю сегодня эту роль тебе. Сергей жодного разу не был в караоке. Тому несподівана пропозиция Юли застала его зненацька. Может, попробуешь? Я все. Воздержусь. Схоже, Юля ніяк не второпает, что мусор ей так категорично відмовляется співати. Ну, тяжело ему говорить. Мне очень удобно выставлять это на всеобщее обозрение. Я не такой вокалист для таких широких масс. А как насчет того, что в тихом умоте? У тебя есть прекрасная возможность это доказать. Почему нет? Разве что немножко. Хорошо, договорились. Тогда начнем? Хорошо. Просто ему тяжело говорить, а не то, что петь. Понимаю, что для вида я друзьям улыбаюсь. Это непросто. Я поставила бы точку, но опять запятая. Это серьезно. У нее прекрасный голос. И она это делала очень эмоционально. Я к нему поднимусь в небо. У нее есть голос, это правда. Пропасть я за ним, извини, гордость. Я за ним одним, я к нему одному. Ну, она круто поет. Очень красиво, главное, чувствительно. Ну, я уже налажала. Теперь твоя очередь петь. Нет, ты не налажала. Смотри-ка, надо налажать. Давай, я в тебя верю. Может, рэпчик? Люди могут быть одни, собираются, стаивают города. Люди желают, что они не летают, как журавли. Ну, ему тяжело, но молодец. Можно спеть, но все слышно. И это было... Ничего, чувак. Я тебе похлопаю, потому что ты переборол себя. Прямо сложности, которые присутствуют, да, в речи, в разговорной. Вот, вот. Он все равно, он вышел, он спел. Вот, это пипец как важно. Можно петь, блядь, как Лучана Паварусь, его просили за мой французский. Простите, но он красавчик. Чувак, ты красавчик. Просто не слов. Поддержи его, ну. Хватит с нас на сегодня песню, я думаю. Я бы еще осталась, но если ты настаиваешь, то... Я боюсь, что я не достану такой прекрасной девушки, как Юлию, поскольку она и красивая, и хорошо поет, и талантливая. И я выгляжу немножко серо. Если вам нравятся эти выпуски, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, потому что дальше будет круче. Жду ваши комментарии. С вами был Андрей Ченд. Всем пока.